Что такое статуэтки ущепки? Если кратко, то в Древнем Египте были специальные статуэтки, которые помещали в могилу умершего человека, чтобы они помогали ему там в загробной жизни, выполняли там разную работу вместо него. В некотором смысле это рабы человека в загробном мире, похожие на големов. Что такое голем? Это существо, созданное из неживой материи, которое потом с помощью магии ожило. Так же само, как чудовище Фрэнкенштейна. Богатые египтяне заказывали себе в могилу по несколько сотен таких маленьких статуэток. В прямом смысле делали себе целую терракотовую армию. Помните вот эту знаменитую гробницу китайского императора, который себе в гробницу поставил более 8 тысяч полноразмерных в человеческий рост статуй его личной армии, чтобы они в загробном мире воевали вместе с ним. Видите, с китайским драконом нужно быть крайне внимательным. Они даже после смерти готовятся к войне. Все по правилам суэнзы. А теперь давайте познакомимся ближе с древнеегипетской мифологией и религией, чтобы узнать, почему абсолютно каждый египтянин создавал себе как можно больше вот этих личных статуэток, чтобы они были в гробу поближе к его мертвому телу. Согласитесь, это очень необычная традиция, но знать о ней будет очень полезным, особенно для современных людей, которые как, будем честными, как холопы и крепостные живут в странах, где правит диктатор. Ну, знаете, на бумаге демократия, а по факту феодализм. Но вы поняли, о ком речь. В Древнем Египте было что-то похожее. Именно из-за этой причины, подчеркиваю это, из-за диктаторского режима некоторых безумных фараонов, появились эти сакральные статуэтки. По лорам. Само название статуэтки Ушепти, оно условное, потому что на протяжении всего времени это название постоянно меняется. Его назвали как Шепти, Шапти, Шавапти, Ушапти, ну и так далее. На протяжении веков много было названий похожих. Сейчас их называют как Ушепти. Поэтому названия можете даже не запоминать, а запоминайте только их изображения. Вот так вот они выглядят. Это маленькие статуэтки в виде мумии. Помимо их правильного названия, у египтологов есть еще одна загадка. Непонятна их этимология, их происхождение. Одни египтологи считают, что их название происходит от слова «древесина», а другие, что это слово происходит от глагола «отвечать». То есть их название означает «отвечать», «те кто отвечает». Вот этот второй вариант, он более логичен и более соответствующий их функции. Египетские фигурки, Ушапти, делались из разного материала. Дерево, камень, стекло, керамика и так далее. Почему их создавали? Дело в том, что египтяне считали, что мир мертвых, он очень похож на наш с вами земной мир. Что у него аналогичная инфраструктура. То есть, помимо того, что праведники получают вечную жизнь и возможность созерцать своего любимого боготворца, там также, как и на земле, есть еще, в райском мире, есть еще река, течет Нил, что там растут пшеничные поля, за которыми нужно ухаживать. Кратко говоря, там также есть полноценная сельскохозяйственная жизнь, как и на земле. В принципе, как и в христианстве, да, есть Эдемский сад, в котором Адам и Ева поливают цветочки и грызут яблочки, которые нельзя трогать. Только вот в египетской религии законы этого Эдемского сада, они намного строже. Соответственно, и государственное управление в загробном мире, оно было аналогично земному. И в этом проблема. Вот перед вами тот самый египетский райский мир. Это папирус из египетской книги мертвых. Это знаменитый папирус Ани. И его вариант тех самых райских полей Иалу. И видите, пшеница почти в человеческий рост. У меня есть отдельная лекция, где я разбираю по полочкам египетскую книгу мертвых. Она доступна спонсорам канала и подписчикам на Патреоне. Спасибо спонсорам канала и людям, которые покупают мои лекции. Ваша поддержка моей культурной деятельности, она очень помогает продолжать развивать мои арт-проекты, мои проекты по философии и по психологии, социальной и другим. И помогает готовить для вас лекции. Вы здесь видите пшеничные поля, рогатый скот, люди трудятся, видите, как красиво течет река Нив. И люди продолжают молиться своим богам. Так вот, в лучом сыр-бор в египетском государстве был священный закон. Так называемые царские работы. Что это такое? Это закон, по которому фараон мог призвать абсолютно любого гражданина Египта на работу. На работу типа построить что-то, помочь там что-то на огороде, картошечку копать. Ну, знаете, как родители везут на дачу людей, ну, своих детей, картошечку там, петрушечку копать, да. Ну, или еще отремонтировать что-то могут, принести там, перенести ящики с точки А, с точку Б. Будут даже такие приказы, ну, в записях, папирусах, перевести песок с одного берега на другой. Этот закон был, как вы понимаете, очень деспотичен и очень диктаторским. Если фараон приказал, то все тут, ты не можешь отказаться. Сказал, вот эта улица, вот этот дом, пусть все жильцы идут канализацию чистить. Или при, как знаете, при советской власти, приказ выполнять пятилетку. И как тут быть? Откажешься, начнешь там заявлять о своих правах человека, то сразу голову с плеч. Ну, или побьют и посадят, как говорится, на швабру. И это на самом деле не смешно. Потому что это было так жестко, так страшно, что египтяне считали, что даже в загробном мире, в райском мире, для праведников, минуточку, для праведников, тоже существует такой политический режим. Представьте себе. Понятное дело, что никто не хотел после смерти выполнять приказы своего царя. И они думали, думали, думали и придумали. Где-то в эпоху Среднего Царства, вот эти магические статуэтки под названием ущепти, должны были освобождать людей от этих фактически рабских работ. Они старательно делали эти статуэтки, делали их красивыми, читали над ними молитвы, заклинания, делали разные ритуалы. И разумеется, эти статуэтки были именные, персональные. Когда фараон приказывал человеку пойти на какую-то работу, в загробном мире, то человек ему как бы должен был отвечать, что вот эта статуэтка, это я. И она будет выполнять нужную работу. Очень удобно, да? И в некоторых гробницах очень богатые египтяне создавали себе просто целые армии таких статуэток. Сколько дней в году, столько ущепти и было в гробницах. Хочу еще обратить ваше внимание на то, что руки у этих статуэток не такие, как у фараонов. Их поза, да, такая же самая, как у фараонов. Но самое главное – детали. Мелочи решают все. Главное отличие в предметах, которые они держат. Видите, это совсем не булава и не цепь, что является символом царской власти. Мы видим орудия труда. Всякие мотыги, корзины для груза. На этих статуэтках вы можете увидеть еще и всякие иероглифы. Это все заклинания, которые дублировались в личной книге мертвых умершего человека. Об этом детально я рассказываю на другой лекции. Поэтому не буду повторять. Вот эти иероглифы, которые вы видите, это магические заклинания, которые заставляют статуэтки ущептии выполнять ручной труд в загробном мире вместо их владельца. Что об этом говорит сама египетская книга мертвых. Давайте почитаем ее. Откроем главу 6, которая называется «Восхождение к свету». И там прямо таки говорится, как заставить фигурку ущепти делать за человека работу в том загробном мире. Да, мы сейчас с вами прочитаем прям всю 6 главу. Прямо всю. Буковка в буковку. Но вы не переживайте, это будет очень быстро. Она на самом деле маленькая, вот такая. Поэтому мы быстро справимся. Но дополню. Как вы помните, кто смотрел мой базовый курс по мифологии Египта, в каждой гробнице была своя книга мертвых. Потому что каждая книга писалась персонально для каждого человека. Поэтому текст каждой книги, каждая глава 6, она немного отличается. Но сама суть, сам смысл, сама структура, она остается. Потому что это как шаблон. Остается таким же самым. Аллорен, давайте читаем. О, привет! Фигурка ущепти, которая принадлежит писцу Ани. Если я, Ани, и моя любимая жена, будем призваны Осирисом выполнять какую-нибудь работу в загробном мире, то ты, статуэтка ущепти, должна будешь взять на себя вместо нас все эти работы. Возделывать поля, обустраивать берега Нила, убирать что-то на дорогах, наполнять каналы водой, перевозить песок с запада на восток, или какая-то другая работа. Ты все равно должна будешь выполнить ее вместо высокопочтимого человека по имени Ани и его жены. Я тебя призову к ответу. Пусть во все времена ответственность на выполнение работ будет на тебе, статуэтка ущепти, вместо меня. Фигурка ущепти отвечает. Вот и все. Очень удобно. Всю шестую главу египетской книги мертвых мы с вами только что прочитали. А вы переживали, да, что будет долго и скучно, или страшно. Некоторые, кстати, боятся читать почему-то книгу египетских мертвых, думая, что там какие-то ужасные вещи про законный мир говорится. Да, там есть, конечно, всякие испытания рассказываются, но на самом деле в этой книге даже само слово «мертвые, смерть» используется крайне редко, пару раз только, и то в некоторых переводах. А так, там даже таких слов нет. Очень интересная такая приключенческая книга, я бы сказал. Рекомендую почитать. Еще интересный момент. Когда я говорил, что детали в каждой книге мертвых различаются, помните, бывает говорится о том, ну, в некоторых книгах, о том, что действие магической силы, ну, с помощью заклинаний, ну, вы по тексту видите, да, что слова, фразы этой шестой главы, они все составлены как бы в виде заклинаний, да, ну, не как бы, а действительно заклинания, форма такая, которые как бы заговаривают, да, статуэтку. И заклинание, бывало, направлялось не на сам предмет или на объект, а на что-то, что его заменяет. И через того, кто его заменяет, на сам объект заклинаний. Ну, такая вот бывает запутанная магическая формула, схема, если хотите. Помните, почему так? Помните, на одной из своих лекций я говорил, что египтяне жутко боялись, что кто-то сотрет их имя с надгробной плиты, да. Вот то же самое было с этими статуэтками ушибки, им, потому что твой враг при жизни, какой-то обидчик, мог прийти после твоей смерти в твою гробницу и разрушить вот эти фигурки ущербки. Тем самым уничтожить твоих рабов. И тебе придется самому пахать в поле загробного мира. И этого, как вы понимаете, очень боялись, да, вечностью работать, пахать на фронах. Такое себе удовольствие. Поэтому эти заклинания могли делать, заговаривать через там ногу, через следы, ну и так далее, чтобы обмануть врагов, недоброжелателей или просто черных археологов. Ученые иногда даже находили вот вместо этих красивых статуэток обычные необработанные палки, на которых были заклинания для статуэток ушибки. Чтобы плохой человек, увидев вот эту деревяшку, обученную, да, казалось бы, обрубок какой-то, не подумал, что это какая-то сакральная или дорогая вещь, а прошел мимо нее. Тем самым сохранив вот статуэтку ущербки для загробного мира, рабочего человечка. Еще интересный момент. В идеале каждый умерший человек должен был иметь одну статуэтку для одного рабочего дня, чтобы эта статуэтка не переработала и могла отдыхать от работы. И помимо этого, там на каждую десятку статуэток ушибки должна была быть специальная статуэтка про раб. Эта особая статуэтка должна была присматривать за всей группой рабочих статуэток, чтобы они там хорошо работали и не тупили. Ну, вы же знаете, да, что, ну, вот если вы увлекаетесь сказками, фэнтези, играми, то големы, они, как правило, вот эти все ожившие монстры, да, всякие монстры, франкенштейны, они, как правило, часто тупят. Они сильные, мощные физически. Но их надо контролировать, потому что они вместо работы разрушат все. Ну, классика. И интересно, что эти особые статуэтки и про рабы, они изображались без мотык, без рабочих орудий труда. Они изображались с плеткой и фартуком, потому что прараб должен был хлестать, гонять рабочих ущербтием. Такие статуэтки делали себе абсолютно все египтяне. Обычный нищий народ, аристократы, жрецы и даже, представьте себе, даже сами цари, сами фараоны. Ну, так, на всякий случай, мало ли что произойдет. Вдруг Бог прикажет фараону что-то там делать. Ну, не обязательно на полях работать, там может быть что-то другое. Там пойти подраться с кем-то. Ну, помните, я рассказывал эту мифологию, что фараоны, они должны занять свое место в солнечной лодке Бога Ра и сражаться каждую ночь с ужасным смеем, хаосом. А попом. И даже вот знаменитый фараон Эхнатон, который сделал, помните, религиозную реформу, он сделал культ веры в одного Бога Творца, а не во всех многих богов, он тоже имел свои статуэтки о шепте. В его гробнице мы тоже их находим. Ссылка на эту лекцию о нем будет в описании под видео. И еще важный момент. Эти статуэтки делали максимально индивидуальными, потому что они были частью личности человека. Они сопровождали его в загробный мир. И практически все эти статуэтки имеют не только имя владельца, но даже его родословную, его генеалогию умершего. Потому что если статуэтка неперсонализированная, то она будет плохо работать. Или вообще не будет работать. Они же, понимаете, настолько тупые, что они могут даже не знать, на кого работать. Какой-то там в раю бродит непонятное существо, голем, который не знает, что ему делать, и как ему, и для чего, и так далее. Еще интересный факт. Некоторые исследователи, некоторые египтологи говорят, что образ этих фигурок у шептеи в арабской традиции превратился в того самого джинна из лампы. Ну или из бутылки. Разные переводы, разные тексты, по-разному называют. Который исполняет любые приказы своего хозяина, хозяина лампы. Так это или нет? Ки-са. Кто знает. Возможно, в каждой старой антикварной лампе скрыт не только джинн, не только желание, но и частичка прошлого, которая напоминает нам, что история, она как джинн. Она появляется, чтобы исполнить наши вопросы, оставаясь при этом вечно загадочной и вечно свободной. Реведерчи!